итак дорогие друзья всем привет всем доброе утро доброе утро привет вот так у нас красиво прямо колонна всем привет кто меня слышит кто меня слышит 9 на 4 все все ушли уже что или воскресенье наоборот никто яков шатанин привет влад косов так все основные на месте олег матюк всем привет шалом шалом значит и сегодня у нас будет сегодня у нас будет урок повторения повторения мать учения потому что тот кто учит и не повторяет похоже на того кто сеет и не собирает урожай представляете вообще какая какая вещь интересная то есть очень важно прям реально очень очень важно повторять повторяя повторение мать учения и мы сейчас будем повторять значит алекс поделка шалом все значит как мы будем повторять у меня я я мистик что значит мистик мистик это человек который верит что Бог, он постоянно присутствует в мироздании, то есть он участвует во всем. И мистик – это тот, кто ищет вот этот вот внутренний контакт с Богом, чтобы ощущать, что Бог присутствует, вот, да? То есть ты стоишь, молишься, ты же не просто стоишь, молишься, со стеной разговариваешь, да? А ты молишься, ты с Богом в этот момент в контакт входишь, да? Ты сосредотачиваешься, входишь в контакт. Но можно и все время находиться в этом контакте. Это, конечно, тяжело, но к этому надо стремиться. Поэтому тот, кто мистик, есть прекрасная книга, я всем советую и рекомендую ее прочитать, называется «Маска вселенной». Написал ее Рав Атива Тац, «Маска вселенной». И она говорит, что вот эта вот вселенная – это есть маска Бога. То есть весь мир – это как маска, за которой Бог скрывается. Теперь, значит, те, кто верят, что Бог, он как бы вот все время с нами взаимодействует, то, конечно, можно задать Богу вопрос, и Бог ответит. Просто понять его ответ не каждый поймет. И я делаю повторение обычно именно таким способом. То есть я беру, открываю какую-то книгу, да? Книгу из книг Торы. Вот сейчас мы будем делать повторение Мишли, по Мишли. Задумывая какой-то вопрос. У тебя сейчас задумывая вопрос. Задумывая вопрос. Вы можете задумать свой вопрос. Может быть, Бог не мне сейчас будет отвечать, а кому-то из вас через вот этот ответ. То есть наверняка же так. В общем, задумайте. Сейчас каждый задумывает свой вопрос. Давайте задумайте свой вопрос к Богу. Какой-то свой вопрос, который у вас сейчас вот перед вами актуален. Актуален перед вами этот вопрос. И, значит, задумайте этот вопрос. Задумайте этот вопрос свой актуальный. И есть контакт. И я сейчас из того, что мы уже изучили, нажимаю, прям не глядя, нажимаю какую-то главу. Открылась пятая глава. И сейчас мне кто-нибудь, кто первый напишет цифру, какой отрывок в пятой главе. Давайте, напишите кто-нибудь отрывок в пятой главе. Любую цифру напишите. И мы сейчас этот отрывок посмотрим. Давайте, напишите, вот кто-нибудь, напишите в комментариях цифру, любую. Какой отрывок в пятой главе. Какой, я даже не смотрю сейчас туда. Давайте, напишите, ну, кто, третий, все, Яков Шататин третий, первый написал, третий отрывок, третий отрывок звучит так, значит, пятая глава, третий отрывок звучит так, можете открыть, кстати, вот в этом самом и посмотреть, третий отрывок, все, открыть, у вас же есть тоже все главы. Пятая глава, третий отрывок, значит, написано так, что, значит, здесь речь идет о том, что чужая женщина имеется в виду две вещи, значит, что может человеку помешать, значит, человеку может помешать следующее, первая чужая женщина, это стремление к удовольствиям, стремление к удовольствиям, стремление к вожделению, вот эти все там и так далее, это первая чужая женщина, и она, ее, как бы, зов, он очень сладкий, да, всякие такие вещи запрещенные, они, конечно, они все дают удовольствие, все дают они удовольствие, но это удовольствие такое, очень кратковременное. Второе, что человеку может помешать, это чужая женщина, это философия, другие философии. То есть другие философии, как это работает? Знаете, когда один человек упал в пропасть, и он зацепился за ветку. И зацепился он за ветку, висит и понимает, что все, если он сейчас отпустит, он падает дальше вниз в пропасть. И он, значит, висит на этой ветке и говорит, Господи, я тебя прошу, спаси меня, сделай что-нибудь, ответ мне, как ты отзовись, ответ мне, что мне делать, ну, пожалуйста. И висит на этой ветке. И тут он слышит такой голос, отпусти ветку, и я тебя спасу. И он такой висит и думает, что же делать? Потом говорит, может, там еще кто-нибудь есть? Может, есть еще какой-то голос, другой Бог, да? Потому что меня этот вариант не устраивает. Так вот, когда человек сталкивается с голосом Бога, ну, это религия, она почему-то человека ограничивает. Она ему говорит, это делай, это не делай. И это как-то не очень удобно, да, человеку. Как было бы хорошо, когда, значит, ну, было бы удобно, да, вот, вери в Бога и все, вери в сердце. Знаете, какие-то люди говорят, а я что, зачем мне что-то соблюдать, зачем мне какие-то заповеди? Я в сердце верю. Я верю в сердце Богу, все, у меня с ним прекрасные отношения. И я обычно с этим людям, такие разговоры начинаются часто за столом. И я сижу, кушаю мясо и говорю, вы знаете, я говорю, а я вегетарианец же. Вы знаете, я в сердце вегетарианец. Я по убеждениям вообще прям настоящий, самый крутой вегетарианец. Ну, мясо кушаю, ну, ничего страшного. Почему нельзя быть в сердце вегетарианцем, а мясо кушать? Это же так нормально. И еще второе, почему есть ритуальная часть, обязательно есть заповеди, есть какие-то ограничения. Как можно выразить свое отношение без каких-то действий? То есть действия выражают отношения. Поэтому верить вот именно в Бога, как заповедует Тора, сложно. И есть вот эти вот философии, которые такие, чужая женщина это называется, да? Как вот, например, там женатый мужчина видит женщину какую-нибудь, да? Которая хочет его соблазнить. И она ему тоже говорит, да ладно, какая разница, там, это неизменно, что такое вообще, мужчина можно. И она ему рассказывает разные сказки. И он, значит, оп, и на эти сказки ведется. Или лежит перед человеком кусок запрещенной еды. И он говорит, а сколько той жизни, там, и, то есть, идея такая, что всегда есть вот эта вот запрещенная женщина, о которой нас предупреждает царь Соломон, у которой, как бы, ее подход к тебе, он смазан медом. Потом, правда, будет больно. И это, эти вот удовольствия, они или, то есть, есть удовольствие вожделения Ецерара, которые тебе кажутся очень приятными. И есть еще философия, тоже чужая женщина, которая эти удовольствия разрешает. Потому что пока человек себе не даст смысловое разрешение нарушать заповеди Бога, он не будет их нарушать. Понятно, да, идея? Вот мы повторили третий отрывок пятой главы. Как он к нам относится? Тут должен каждый сам для себя подумать. Для меня, допустим, на мой вопрос я получил ответ. Могу так сказать, что я же тоже задумывал свой какой-то вопрос. И на мой вопрос я ответ получил в этом отрывке. И сейчас давайте повторяем, задумываем другой вопрос. Давайте, сейчас каждый задумывает другой вопрос. И сейчас напишите, пожалуйста, напишите... Давайте так. Я выбираю главу, я выбираю главу. А кто первый напишет... Все, сейчас задумываем вопрос. Каждый задумывает свой вопрос. Я выбираю главу, а вы, значит, а вы пишите отрывок какой, пока не пишите номер отрывка. Все, я, значит, выбираю главу, выбираю главу, выбираю главу, выбираю главу, третья глава, третья глава, какой отрывок давайте, какой отрывок, а вопрос я не задумал, стоп, я сейчас не задумал вопрос. Все, давайте, я свой. Кто первый написал? Четвертый. Первый написала Людмила, четвертый отрывок. Третья глава, четвертый отрывок. Четвертый отрывок такой. Умаца хен ве сехель тоф, бейней элутим ве адам. И найдешь ты хен, приятность, и сехель тоф, и высший интеллект, бейней элутим ве адам. В глазах Бога и людей. Значит, здесь, здесь надо понять, что четвертый отрывок это продолжение третьего отрывка. Третий отрывок он звучал так. Вернее, даже не так. Идут подряд отрывки в третьей главе о Торе. О том, что Тору не забывай, Тору изучай, и заповедь будет создавать сердце твое. Это был первый отрывок. Дальше. Потому что долгие дни и годы жизни и мир прибавят они тебе. Слова Торы, то есть божественная мудрость, добавят тебе долгие годы мир, они тебе добавят. И дальше третий отрывок. То есть нужно, чтобы Тора, вот эти вот законы, вот эти правила, вот эти вот предостережения, постановления, установления, которые мы изучаем, чтобы они стали операционной системой для принятия решений. И тогда, тогда, четвертый отрывок, если все это будет, и тогда ты найдешь приятность, милость и высший интеллект в глазах Бога и людей. То есть тогда у тебя будет и в глазах Бога ты будешь хорош, и в глазах людей. Значит, что это значит? Что это значит? Что такое высший интеллект? Высший интеллект, вот, есть человек, принимает решения. Вот, что делать? Но когда он принимает решения, он может смотреть, смотреть он может масштабно или не масштабно. То есть, что я имею в виду? Ну, вот, Стивен Кови приводил такой пример, как люди, группа людей рубят лес в джунглях. И они рубят лес, значит, очень классно они рубят лес, у них так все получается, делают дорогу. И потом один из них залезет, залазит на дерево и говорит, парни, говорит, мы не в ту сторону рубим, нам не туда надо рубить. Они говорят, вот, обидно-то как, так хорошо рубили, так хорошо получалось и не в ту сторону. То есть, очень часто человек, он в краткосрочной перспективе, он выигрывает, а в долгосрочной он проигрывает. Понятно? Поэтому вот этот высший интеллект и милость в глазах Бога и людей, это именно выйти на очень крупный такой масштаб. Потому что, по большому счету, то есть, все в жизни человека, если мы посмотрим на жизнь в целом, да, есть главная, главная, как бы, критерий правильной, счастливой, прошлой жизни. Или Бог тобой доволен, или Бог тобой недоволен. Если Бог тобой доволен, тебе везет, у тебя все складывается, у тебя хорошие отношения с людьми, у тебя хорошие отношения, у тебя есть деньги, у тебя здоровье и так далее. Но откуда это будет, только если у тебя есть вот эта вот связь с Богом, божественный интеллект. Как его достигнуть, изучать Тору, нет другого варианта. То есть, как узнать, как правильно себя вести. Есть люди очень умные, у них логика такая, они прям такие логичные. Они высчитывают, как помните, высчитывали очень логично, в фильм такой есть «Ирония судьбы». И там они высчитывали, кто должен лететь в Питер. И они так прямо логически высчитывали и отправили не того, да. Потому что их логика, она базировалась на исходных предпосылках неверных. И очень важно, прям конкретно, загрузить в себя исходные предпосылки верные. Лучшие исходные предпосылки – это Мишли, притчи царя Соломона, мудрейшего из людей, который прожил великую жизнь, который Тора подтверждает, что он мудрейший из людей. И он нам дал вот эти вот основы, основы, только Терех надо в себя даунлоуд, загрузить в себя. А что для этого надо делать? Каждый день повторять, каждый день повторять, каждый день повторять. Повторять и рассказывать, повторять и рассказывать, повторять и рассказывать и применять. То есть у нас есть для того, чтобы Тору запомнить, есть в Перте вот две Мишны, два постановления. Значит, первое постановление – это такое, что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Второе постановление – что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба дают возможность и учить, и обучать. Вот это то, что со мной происходит. Я все время стараюсь учить, обучая даже сегодня. Так получилось, что я не просчитал время, не успел подготовиться. Но я думаю, все равно урок проведу, хотя бы мы повторим и так далее. Нельзя пропускать. То есть этим я себя поставил в условие, что я должен каждый день учиться. Вот подумайте, как вы можете это реализовать для себя, потому что тот, кто учит Тору, чтобы обучать, тому с неба помогают и учить, и обучать. А дальше в Перте вот так сказано, что тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и делать. Поэтому Рамбан писал, когда письмо своему сыну, есть очень знаменитое письмо, которое Рамбан написал своему сыну. Там идут такие жизненные наставления. Уникальное письмо. Кстати, если мы найдем его на русском языке, очень было бы классно на Ваикре его напечатать. Яков, да, я думаю, что можно будет найти и сделать статья, письмо Рамбана своему сыну. Рамбан. Значит, там есть в этом письме такой постановительный, он ему дает совет, что когда ты изучаешь Тору, и ты закрываешь книгу, спроси себя, что из этого я смогу сразу применять? Что из того, что выучил сегодня, я смогу применить? Обдумай еще раз и вытащи. Тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и сделать. Так, хорошо. Вот, значит, если мы будем изучать Тору, как тоже в притчах царь Соломон нам советовал, что повяжи их, кашрем альгар-гаратеха, повяжи слова Торы на горло свое, то есть произноси их, и катвем альлуах-либеха, запиши их на скрижалях своего сердца. Как записать слова Торы на скрижале своего сердца? Здесь это как раз, если бы вот я не изучал в свое время НЛП, я бы не понимал, о чем идет речь. Но специалисты нейролингвистического программирования, они изучили людей, обладающих феноменальной памятью. Феноменальное то, что считается с точки зрения обычных людей феноменальное. И оказалось, что у них память такая же, как и у всех, просто они умеют ей пользоваться. А в чем главная суть их феноменальной памяти? Они используют визуализацию. То есть, когда им надо запомнить какие-то последовательности вещей и так далее, вообще древняя техника называется римская комната, римский дворец. Они раскладывают вещи, представляют как бы какой-то дворец и раскладывают какие-то вещи по комнатам этого дворца. То есть, они используют визуализацию. И это как раз то, что царь Соломон нам говорил, запиши на скрижалях своего сердца. То есть, если ты хочешь запомнить что-то, нужно использовать вот эту вот визуализацию. То есть, нужно научиться видеть внутри то, что ты запоминаешь. Когда мудрецов великих, которые знают весь Талмуд на память, спрашивают там, например, какой-то вопрос, он говорит, лист такой-то, сверху страницы. Да, лист такой-то. То есть, он видит прям внутренним взором страницу. Это то, что может каждый из нас себе тоже развивать. То есть, берешь какой-то отрывок, смотришь на него, закрываешь, видишь его. Смотришь, читаешь, закрываешь, видишь его. Смотришь, читаешь, закрываешь глаза, видишь его. Это называется записать на скрижалях своего сердца. Потом рассказал один раз, рассказал второй раз, рассказал третий раз. Это повязал, значит, на горло свое. То есть, ты записал на свою мышечную, нервную структуру. И ты можешь спокойно достать из своего сердца, из подсознания, и вывести это в мир действия через слова. Это называется так. Так надо учить Тору, так надо запоминать Тору. Хорошо, значит, сегодня вот мы повторили два отрывка. Первый отрывок мы повторили, что нельзя верить никаким чуждым идеологиям и философиям. Все это выдумали люди для того, чтобы оправдать свои пороки. То есть, все идеологии выдумали люди для того, чтобы свою какую-то внутреннюю порочность оправдать. Даже тот же Карл Маркс, который умер в нищете, а он хотел забрать у капиталистов, всю жизнь он мечтал о деньгах, а у него не было. Значит, вот он придумал коммунизм, чтобы свою бедность, как бедность не порог, да, Карл Маркс? Это не он сказал, не помню кто. Но Карл Маркс, он сказал, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, то есть, он на себя намекал, тот станет всем. То есть, он хотел сломать существующий строй из-за ущемленного своего самолюбия. И любая идеология, любая философия, которую люди придумывают, особенно если в ней есть заложено зло, уничтожение людей, уничтожение инакомыслящих, вот продавливание, любая вот такая вот философия, это зло, понятно? И оправдывание своих вожделений, это тоже зло. Теперь дальше. Это первый отрывок. И второй вывод, что если ты изучаешь Тору по-настоящему, стремишься постигнуть божественную мудрость, Бог тебе открывает божественную мудрость, закладывает в тебя правильные, правильные, ты в себя закладываешь правильные схемы, находишь милость в глазах Бога, и тебе во всем прет, и в глазах людей, люди тебя любят и хотят тебе помогать. Вот это сегодня мы повторили, то, что учили раньше в притчах, да? И под каждым уроком вы видите все те главы, которые мы учили, и вы можете спокойно после урока еще пять минут что-то для себя поповторять. Даже можно так вот получать ответы на свои вопросы. Задумал вопрос, обратился к Богу, изучил какой-то отрывок еще один, и пошел сразу делать. Так лучше запоминаешь. И последнее, что я сегодня хотел сказать, значит, я был на шабате, я сейчас в Риме нахожусь, в общине, большая синагога в Риме, и там римские, они молятся по римскому обычаю. Интересно, что еврейская община в Риме существует уже более двух тысяч лет. То есть еще до разрушения второго храма евреи уже жили в Риме. И у них есть несколько таких интересных обычаев, которые у них передаются из поколения в поколение, из поколения в поколение. И один обычай, он очень практичный. Он такой практичный, что я даже думаю, мы его теперь будем делать, мы его будем делать сейчас после урока. Значит, обычай такой. Во время молитвы, когда в Израиле выходят священники и благословляют народ. Есть такой момент в молитве, когда выходят те, которые из рода коинов. У евреев есть род коинов, священников, которые служили в храме и которые приносили жертвоприношения, самые святые. И они выходят и благословляют народ у них. Вот так они делают пальцы специально, там у них есть свои какие-то нюансы. Но я не коин, я не знаю, как это делать. В общем, они благословляют народ специальным благословением. За границей этого не делают. Но вот здесь, в Риме, они в тот момент молитвы, когда читают это благословение, то у них в каждой семье старший, там дедушка, бабушка, ну бабушек нету, естественно, дедушка, папа, там или просто кто-то старший, он благословляет всех. И все так, они становятся такими кружочками, все благословляют друг друга. То есть они благословляют друг друга. На чем это основано? Написано, что пусть не будет благословения даже простого человека легким в твоих глазах. Это Талмуд нам говорит, что у каждого из нас есть огромная сила менять этот мир. То есть в принципе мир меняется, каждый человек себе что-то говорит, выдумывает, там фантазирует, мечтает, и он двигает, его мечты, его слова, его действия двигают его. Есть люди, которые более сильно влияют на мир, они там придумывают проекты, реализовывают их. Но в принципе слова любого человека имеют силу, силу, вот эту божественную силу творения. И пусть не будет благословения любого человека или проклятия любого человека легким в твоих глазах. То есть у каждого благословения и проклятия людей есть сила. Это первое. Второе написано в Талмуде, что если человек хочет, чтобы Бог услышал его молитву, чтобы его молитва получила большую силу, он должен вначале помолиться за других людей, как бы объединить себя с ними, которым нужно то же самое, что нужно ему. И он просит Бога за других людей. Он говорит, помоги им. И после этого просит за себя. И его тогда молитва имеет большую силу. И, наверное, и им он тоже делает хорошо, потому что его молитва присоединяется к их молитве, а их молитва присоединяется к его молитве. Наверное, вот так работает. Так, теперь я хочу, чтобы, так как у нас урок практичный, я человек практичный очень, чтобы мы заканчивали урок очень простой вещью, да? То есть, первое, что вот каждый знает, что он хочет, что для вас актуально. Я уверен, что у каждого человека есть какие-то желания, которые не реализованы на сегодня. У кого-то больше, кому-то надо больше здоровья, кому-то денег, кому-то жениться, кому-то за детей попросить и так далее. То есть, у каждого человека человек, он хотящий. То есть, суть человека это хотеть. И когда человек умирает, половина из того, что он хотел, нет у него в руке, не все желания исполняются. Но без желаний человека не существует. Так вот, сейчас каждый подумайте о своем желании, о том, что вам в данный момент актуальнее всего, то, что вам нужно больше всего. И когда вы поймете, что вам нужно больше всего, значит, вы попросите, чтобы Бог дал это всем, кому надо. Всем, кому это же надо, прям вы внутренне попросите, чтобы вот все, давайте, кто урок этот слушает, что вот я сейчас, например, мне надо, мне надо, я знаю, что мне надо, говорить нельзя. И, значит, я прошу, чтобы Бог дал это же самое всем, кто слушает урок, сейчас всем, кому это надо, чтобы Бог дал всем это же, что надо мне. Я прям, ей рацион велифанеха, прошу Бога, чтобы он дал это же самое, что я прошу, дал всем. И я тебя прошу, Бог, ей рацион велифанеха, пусть будет твоя воля, твое желание, чтобы я тоже это получил и получал весь год. Хочу весь год получать это каждый, вот, постоянно. Все. А вы точно так же помолитесь за других и скажите амень. Амень это, чтобы сбылось у всех. Вот я сейчас очень прошу Бога, чтобы все, что просите вы, у вас сбылось. И чтобы у вас было бонусом дополнительно здоровье, богатство, гармония, любовь в жизни и все самое хорошее, что можно получить только через Тору и через служение Богу. Все. Удачи вам, всего хорошего и чтобы ваши молитвы Бог услышал. Все. Всем пока. Напишите своих три вывода обязательно и повторите еще что-нибудь. Повторение мать учения. Все. Пока.